В эфире снова программа «Права человека. Взгляд в мир». Я Евгений Новиков. Здравствуйте. Отплакали и отродали по поводу смерти Уга Чавеса нормальные и адекватные люди планеты Земля. И вот пришло время назвать те факты, которые делали Чавеса Чавесом и те факты, в связи с которыми так плакали миллионы граждан Венесуэлы и так несли гроб с телом своего лидера к месту захоронения. Что нам не сказали ни западные, ни незападные СМИ о результатах правления Уга Чавеса, вот в чем вопрос. Только за одни эти показатели его можно и нужно назвать величайшим мировым лидером. И это не дифирамбы, это объективные факты, которые, как известно, упрямая вещь. Это западная статистика, я вам ее сегодня покажу. А уж они-то, как никто другой, не заинтересованы поднимать престиж своих врагов там, на Западе. В 99-м году Чавес впервые пришел к власти. Последний раз он победил на выборах в 12-м году. Так вот, за время его правления в Венесуэле состоялись 16 выборов. И местных имеется в виду, и общенациональных. И в 15-ти из них победил Чавес. То есть это самый демократически избранный и избираемый руководитель за всю историю существования республиканской формы правления. И ни одного раза эти выборы не были признаны западными и прозападными структурами легитимными, прозрачными и соответствующими международным стандартам. Ни разу. Называю факты дальше. Джимми Картер, один из бывших президентов США, назвал избирательную систему Венесуэлы при Чавесе самой лучшей в мире. Потому что было все отлажено до деталей для волеизъявлений избирателей. 16 выборов в различных уровнях за 12 лет. Вот пусть с такими же демократическими стандартами в области избирательных кампаний похвастается хоть одна страна Западной империи. И не близко. Вот вам и отсталая Латинская Америка, как нам пишут западные СМИ. Это еще кто отсталый, надо посмотреть. Итак, население Венесуэлы составляет 30 миллионов человек. Примерно. За годы правления Чавеса число детей, посещающих школы, выросло с 6 миллионов до 13. За время правления Чавеса число студентов выросло с 895 тысяч до 2,3 миллиона человек. За время правления Чавеса число врачей в стране выросло с 20 до 80 человек на 100 тысяч населения. То есть на 400% за 11 лет. Вот так с ним прощалась, вы видите, сами страна. Сами видите эти переполненные площади и улицы. Потому что народ, простые люди прекрасно понимали, кого они потеряли. И вот видите эти небоскребы на фотографии. Так вот, еще 15 лет назад вот на этом месте, есть соответствующие фотографии, стояли буквально трущобы. За время правления Чавеса уровень детской смертности снизился с 19 до 10 на тысячу человек. Это в два раза за 10 лет. Как это мыслимо было сделать за такой короткий отрезок времени в совершенно нищей стране? Понять это просто невозможно. Уровень бедности снизился с 43% до 26% за время правления. То есть Чавес получил страну, в которой практически каждый второй жил в нищете и бедности. И снизил этот показатель в два раза за 10-11 лет. Это, знаете, не просто цифры, вот сейчас я вам называю. Это не просто статистика. Это то, почему Западная империя так ненавидела Чавеса и его правление, его команду. Хоть одна западная, да и не только западная страна или государство, но вот оно может похвастаться такими темпами роста в благосостоянии? Ни одна, ни одна на Западе. Вот вам социализм Чавеса. Вот вам уверенный подъем Венесуэлы в современной истории. За время правления Чавеса построено 700 тысяч домов. Имеется в виду многоквартирных домов, а не просто частных домовладений. До Чавеса в Венесуэле пенсии по возрасту получали только 387 тысяч человек. За 11 лет его правления число пенсионеров выросло до 2,1 миллионов венесуэльцев. Вот это значит всего лишь, что это значит? Один патриот страны, собрав команду, пришел к власти. Вот вам и есть роль личности в истории. А то нам тут навязывают дискуссию, заразили Чавеса смертельной болезнью или не заразили. Конечно, заразили. Есть тысячи доказательств этого. Такого лидера Западная империя не могла оставить в покое. Не могла и дальше дать ему возможность реализовывать свои планы, свои наработки. Ну а как это стало вообще возможным в принципе в Венесуэле для Чавеса? А просто потому, что он, придя к власти, национализировал нефтедобычу и нефтепереработку. Он буквально вырвал из рук международных транснациональных компаний основные финансовые потоки от продажи нефти на международных рынках и перенаправил эти финансовые потоки в казну венесуэльского государства, народа всей нации. Это было очень непросто, но это того стоило. Вот что значит национально ориентированный лидер, выстроивавший национально ориентированную экономику. Каждая лишняя копейка, или у них она называется боливар, шла на нужды народа, страны. И понадобилось всего-то 10-11 лет, чтобы страна вздохнула. Какие еще нужны примеры лидерам наших постсоветских республик, некоторые из которых мечутся сейчас между Западом и Востоком, Севером и Югом. Посмотрите на Венесуэлу и возьмите с нее пример. И ничего не надо больше изобретать в плане велосипеда. Именно поэтому западные спецслужбы и объявили на Чавеса буквально охоту. Потому что главное было для Запада остановить эти достижения социально ориентированной экономики. Остановить примеры возрождения страны буквально из пепла, который превратили Венесуэлу в западные транснациональные компании до Чавеса. Вы только вдумайтесь. Вот вы только вдумайтесь. Совершенно нищая страна, доведенная до края, до пропасти, в которой жизнь человека на один доллар в день считалась достатком еще 11 лет назад, сейчас имеет свои космические спутники Боливар и Миранда. И эти спутники полностью обеспечивают интернет и телефонные коммуникации для страны. То есть страна никогда ничего никому не платит за интернет и спутники связи сейчас. За время правления Чавеса число детей, получающих бесплатные обеды в школах, выросло с 250 тысяч до 5 миллионов. Создано 50 тысяч частных кооперативов в разных секторах экономики. Им выделены огромнейшие льготные кредиты. Уровень безработицы снизился с 15 до 6 процентов, а рабочий день составляет 6 часов. Этот список можно продолжать долго, но я хочу воскликнуть. Ау, мировая элита, мировые лидеры, как вы себя там называете или как вас называют ваши купленные вами журналисты? Где вы? Вы радуетесь, что убили злокачественным вирусом Чавеса? Но суть ведь не меняется. На место одного Чавеса придут еще десятки, сотни других новых Чавесов, его учеников. Потому что народы прозревают. Сотая обезьянка делает свое дело. Я вспоминаю, я вам обещал рассказать об этом эксперименте. Очень реальном, кстати, эксперимент японских ученых. Сегодня время такое настало. Так вот, суть эксперимента была в следующем. На песчаном берегу одного острова ученые кормили колонию обезьянок бананами или какими-то там кореньями. Песок скрипел у обезьянок на зубах, но они ели банан. И вот наступил момент, когда одна из них, условно говоря, сотая по счету, пошла к воде и смыла песок с банана. А потом его съела. И с этого момента все обезьянки начали ходить к воде и мыть бананы перед тем, как их съесть. И все было бы в высшей степени просто в этой истории, если бы ученые не узнали тот факт, что и все другие колонии обезьян на других соседних островах, не связанных с этим данным островом, тоже начали ходить к воде и мыть бананы перед тем, как их съесть. Это реальный факт, я утверждаю это, это описано везде. Это реальный эксперимент, поставленный в Японии. И ни один ученый сегодня вразумительно не может объяснить, как все это происходит. Вероятно, наступает некий максимум знаний, максимум информации, которая распространяется уже и за пределы одного острова. И которая начинает распространяться через какие-то высшие механизмы, через начало, которое человечеству еще не подвластно на современном уровне знаний. И вот если этот пример экстраполировать на ситуацию в мире, вот на эту ситуацию, то вот сейчас наступает эффект вот этой самой сотой обезьянки. Если видеть, как мировая элита воспринимает народы мира, простых людей, как обезьян, то рано или поздно народы должны начать просыпаться под воздействием критического объема информации. Должны начать понимать, как их уничтожает Западная империя. И неважно, на каком континенте живут эти люди или эти народы. И пример с Чавесом – это лучшее тому подтверждение. Я помню, знаете, как нашел материал о социальных достижениях Ливии, который тогда возглавлял Муамар Каддафи. Я рассказывал вам об этих достижениях. Там говорилось, сколько получала каждая молодая пара в Ливии в день свадьбы от государства, сколько получали пенсионеры, как бесплатно получали в аптеках лекарства жители Ливии. Примеров было множество. Это был реальный социализм. И вот этого Муара Каддафи, этого ему не могли простить на Западе. И они напали на Ливию и уничтожили все ее завоевания. И страна была разрушена в пепел буквально. Так вот сравните, в каком положении сегодня живут простые граждане Соединенных Штатов, Британии, Франции. И в каком положении живут сегодня венесуэльцы вот за 10 лет. Вот вам ответ на вопрос, почему умер или почему убит Уго Чавес. И почему был убит Каддафи. Это называется очень просто – глобальные войны. Уничтожить любой пример социальных достижений в любой незападной стране. Вот сверхзадача Западной империи. Уничтожить сотую обезьянку. Не дать ей дойти до воды и помыть банан. Пусть ест только с песком. И пусть так делают все другие народы мира. Вот сверхзадача Вашингтона и Пентагона за Брюсселем и Лондоном. Но информацию, знаете ли, не остановить. И вот этот закон сотой обезьянки западным лидерам постичь и подчинить себе, увы, уже не под силу. До внеочередных выборов нового президента Венесуэлы осталось меньше месяца. И без всяких сомнений Западная империя неотвратимо предпринят попытку, и даже ни одну, для организации цветной революции в этой стране. Опыт у тех же штатов огромнейший. И набор сценариев, отработанных в других странах мира, тоже бесконечен. Поэтому как никогда сегодня народ Венесуэлы нуждается в нашей поддержке, в нашей солидарности. Потому что на карту поставлена судьба всей Латинской Америки, а может и нечто большее. Вот посмотрите, показываю вам карту планеты, на которой отмечены разведанные запасы нефти. Это тоже данные западных аналитических центров. Вот смотрите сами, запасы нефти на Среднем Востоке, Миддл Ист, 56% от всех мировых объемов. Это Иран, Ирак в первую очередь. И вот вам там жесточайшие войны под ложным флагом, типа отсутствие демократии или наличие у Саддама Хусейна оружия массового поражения, которое так, кстати, не нашли. Далее идет запасы нефти в Африке, 9%. Это Ливия, Египет, Мали, Нигерия, Нигер. Вот вам судьба Ливии, страна уже разгромлена. А вторая, Сирия, страна, она в Азии, стоит на грани уничтожения. Далее идет Латинская и Южная Америка, это 8% мировой нефти. Вот вам и борьба за Венесуэлу. Ведь эта страна, Венесуэла, стоит на первом месте по запасам нефти в этом регионе. Далее идет Евразия, 7% всей мировой нефти. Вот почему, как только Россия заявила о своих намерениях о создании Евразийского Союза, в том числе и из стран бывшего Советского Союза, так сразу же Запад изменил тон разговора с Путиным. От снисходительного до презрения и даже агрессивных оскорблений. Вот вам атаки на Беларусь, Украину, Казахстан, Киргизию. Никак американцы не хотят, знаете ли, вот сейчас оставлять свою базу в том же киргизском Монасе. И цепляются изо всех сил, хотя срок аренды у Киргизии, для Киргизии уже стекает. Но что сами вот посмотрите, сами видите, запасы собственной нефти в Европе, всего лишь 1% всех мировых запасов. Это прекрасно понимают европейские элиты, военные, короли с королевами. А как обеспечивать рост своих экономик тогда? Как прибыль получать? Как не допустить социальных революций? Только одним способом. Прийти войной в богатые нефтью страны под любым лозунгом, пусть даже самым бредовым, и забрать эту нефть. Вот вам и роль НАТО и всяких натовских миротворцев. Разведанные природные запасы нефти в Северной Америке, а это Канада и США, посмотрите, только всего лишь 18% всех мировых. Вот вам войны США по всему миру. Разумеется, в союзе с Канадой и Европой. Это войны в первую очередь за нефть, это войны за ресурсы планеты. Это не спорадические, не случайные войны, а системное, пошаговое завоевание жизненного пространства для себя, западной элиты, западной империи. Они могут говорить на разных языках, они могут верить в разных богов, состоять в разных политических партиях и даже изображать видимость борьбы между собой на выборах. Но суть от этого не меняется. Война за ресурсы, война за нефть на планете – это единая глобальная война в пространстве и времени. В ближайшее десятилетие со стопроцентной гарантией начнется война уже за Арктику, за Северный регион, ведь там разведаны немеренные запасы углеводородов. И вот только так, рассматривая мировые процессы глобально, через призму всего земного шара, мы сможем понять смысл происходящего. И только так мы сможем и можем выстроить собственную систему защиты своих национальных интересов. На этом у меня сегодня все. Мира добра, ваши дома, сами думайте и сами анализируйте.